Сейчас жарко. Тут еще должны форсунки установиться. Так как у меня нет форсунок, приходится поливать вручную, чтобы у них влага небольшая была. Уходят, приходится поливать, поливать, чтобы они не погибли. Приехали к его родителям в гости, и вот он в один день просто ко мне приходит с улиткой и говорит, мы будем выращивать улиток. Я говорю, ну ладно, окей. Кушать, точнее. Кушать. Выращивать, ну, будем, да, выращивать и кушать. Ну, кушать для себя. В принципе, мы как-то уже особо и не помним даже, что было до, потому что 8 лет мы вложили в этот бизнес, наша жизнь, вообще вся крутится вокруг него, бизнес этот, наша жизнь, поэтому как-то даже и не вспоминаем. В пасмурный день я шел по участку мамы с отцом, и она ползет. Я увидел генетический код, всю структуру ДНК. Интуитивно захотел взять ее, откусить и съесть. Ну, и знал, что едобное, наверное, и съедобное. Позвонил товарищу, который разбирается в деликатесах. И он говорит, ты что, это наша любимая бургундская улитка, смело готовь ее и кушай. И я в Вике вот тогда прибежал, говорю, Вика, все, будем выращивать улиток и кушать. Вот так это было. Вот такие улиточки, они у нас обитают в дикой природе, в Византийской империи, когда существовало. Через наши территории проходили караваны, и охрана была, легионеры в основном там, римские. Они всегда питались вот такими моллюсками, которые имеют короткий генетический код. Улитки в те времена, они были вот такие, гораздо крупнее. И, конечно, они попали в нашу среду, на наши территории. Да, и климат немного другой был. И адаптировались. Со временем они уменьшились в размерах. Ну, уже филе на части у них поменьше. Тогда они, конечно, были покрупнее. Ну, мы, я пытаюсь восстановить такую вот породу гигантов. С клещем крупным, с крупным селекцией занимаюсь. И пытаюсь, чтобы яйца кладка дала 100% результат, чтобы все особи были такого размера. Я на зиму всегда готовлю фарш для своего рациона. Я больше кушаю мясо вот такое. Вика, вообще не мясоедка у нас, овощеедка. Травоядное. Травоядное. Вот, 40 килограмм филе готовим. И уже по килограмм там фаршируем в виде фарша, либо в виде филе. И уже готовим там различные блюда. Ну, родителям вообще очень понравилось. Мы, помню, приехали в гости к ним. Разогрели такой большой разнос в духовке с улитками. Облизывали раковины. Когда мы начали первые шаги в оформлении документов, были моменты, что это новое в стране дело. И люди на определенных местах не понимали, как действовать. Ну, не знали из-за нехватки просто опыта. Но, в принципе, все нам помогали. Все пытались направить кому-то, кто более вышестоящие должности, чтобы дать нам хоть какую-то информацию, направить нас. Ну, в принципе, мы этот вопрос решили. За год мы решили. И на следующий год мы уже осуществили первую поставку в ресторан. Для нас это не столько бизнес, а сколько интересное дело, которому мы просто себя посвящаем. Нам интересно. Мы живем за городом, на свежем воздухе. У нас есть какое-то интересное занятие, необычное, которое людям тоже интересно приехать, посмотреть. Ну, больше, если честно, хочу познакомить молодое поколение с этим видом продукта. Потому что оно имеет короткую ДНК, короткий генетический код. Оно хорошо усваивается в теле, дает свободную энергию в пространство. Человек может хорошо творить. Оно просто легко переваривается организмом. Если, допустим, покушать тяжелую шашлык, более еду, там, жирную, хлеб, там, картошки, шашлык. Жирную. Человеку хочется лечь, поспать, отдохнуть. У него нет энергии. Если даже объесться улиток, там, не знаю, 30 штук за раз есть, но это маловероятно, не влезет столько. И хочется сразу заняться делом, как-то, ну, в общем, появляются какие-то энергетические ресурсы. И хочется потратить свою энергию куда-то направить и что-то сделать. Когда пища с длинным генетическим кодом попала в желудок, она забирает свободную энергию из рук, из ума, из всего. Просто на переваривание. И организм говорит, я хочу поспать, хочу полежать. И человек не может просто сам физически поднять быстро руку, там, поднять лопату и копать начать. Просто он, ай, завтра я это сделаю. Длинный генетический код – это подразумевается пища в нашем рационе, в нашем ареале обитания, эволюционная, близкая к нам. Вот на сегодняшний день самая эволюционная пища в рационе у нас, близкая к нам, которая имеет красную кровь и температуру тела, схожую к нам. Самая далекая в нашем рационе пища на сегодняшний день – это корешки, орехи, зелень, овощи, фрукты. Дальше мы двигаемся по нашему рационе, исходя из нашего ареала обитания. Грибы, потом брюхоногий малюшка, рыба, заяц, кролик, потом птица, корова, конь. И самое ближайшее по эволюции – поросенок. С ним мы родились бы во Вьетнаме, то самая ближайшая пища в нашем рационе эволюционная была – обезьяна. Но у нас нет обезьян. И мы родились тут, у нас поросят. А там едят обезьян? Конечно, кушают обезьян. Ну, я-то ем по-разному. Я могу нашинковать мясо, сделать фарш, блинчики завернуть, голубцы, макароны по-плоцки. Вот улитка сама. Улитка у нее какого строения? Внутри панциря. Вот здесь первая, вторая, третья ступень. Самые жизненно важные органы находятся внутренне. А потом уже идет мышца основная, где уже расположены органы определенных чувств. У нее ощущение только вибрационное, она ощущает вибрации. Вот. Потом чувствует температуру своей кожей, своим телом, по которой ползет по поверхности. И вот нижние щупальцы, как датчики, знакомятся с окружающим миром. То есть ищут еду, целуются они с помощью нижних щупальцев. Вот это сверху. Все думают, рожки, антенки. На самом деле это лоза, это маленькие зрачки. Воспринимает лучок света. От светла всегда ползет к темному, чтобы спрятаться и защитить от прямых солнечных лучей свое тело. Потребляется в еду вот эта филешка сама. Когда улитку готовят, это все достается изнутри панциря. Филе на части обрезается. Мы тушим в вине своем, делаем яблочный сидор. Протушили. Панцирь кипятится в содовом растворе, чтобы была чистая, стерилизованная керамическая посудинка. После этого филе кладем внутрь и закрываем соусом. А в соусы там уже различные добавляем специи. Там варим томаты, паприка, базилик, петрушка, чеснок, пармезан, горчица. Все, вот соусом закрыли. И дальше в духовку на 8 минут. Вот. Задача разогреть соус, чтобы он лег, расплавился на эту филешечку. И после этого, когда уже улиток подают на стол, они горячие. Вот. Не должны быть холодные, чтобы соус не застыл. Берется сам панцирь, зубочисточка, либо двухпалая вилочка. Прокололи филешку. Багетиком прикусываем, соусом запиваем. Я же говорю, вот если взять улитку, ну, сделать фарш из мяса улитки, подать вот в виде блинчиков, главное закрутить. Вы даже бы не поняли, что съели улиточное мясо. Так, первый раз мой отец попробовал. Говорит, вкусные блинчики, вкусные блинчики. Говорит, папа, ты в курсе, что ты ел улитку? Да, серьезно. Ну, молодец, горит неплохо. Вот здесь уже появились. Там даже уже мальки появились, видите, внутри. Толошочки я отставил. Сейчас этих мальков я спущу сюда, внутрь. Вот такая свежая икра. Дальше мы кладем такие ланчбоксы. Чтобы они инкубировались, вот таких мальков. Опрыскивается крышка. Закрывается. Время, дата. И в инкубатор. Через определенное количество дней вылазят вот такие малявки. Вот они уже выросли. Мы уже должны их выбросить в детские сады. Но у меня пока детский сад не готов еще до конца. Мы обновляем его. Пришлось мне высыпать в аквариум. Нам немножко не хватает помощи работников. Вот здесь на ферме мы ищем. Мы предлагаем и вакансии, и трудоустройство. Просто, ну, не знаю, такое ощущение, что люди не хотят работать. Ну, может, и хотят, но мы не нашли этого человека. Не знаю. В общем, если это покажете, добро пожаловать к нам на работу. Да, нам не хватает, да, помощников, которые мы бы могли часть своей работы, которую мы вдвоем делаем своими руками, переложить на кого-то еще. Не так уж много жителей на самом деле в деревнях. Все стремятся, особенно молодежь, стремятся уехать куда-то в город. Хотя здесь, живя в деревне, очень хорошо можно себя чувствовать. Ну, в первое время, да, немножко все несерьезно к нам относились. Думали, что мы шутим там, непонятно, чем занимаемся. Но потом, когда видят, что мы уже год прошел, два прошел, три прошел, четыре прошел, мы и дальше идем, как-то развиваемся. У нас ферма расстраивается, увеличивается. Мы работали по найму, чтобы родители знают, что мы идем на работу и приходим с работы. Идем на работу и приходим с работы. Что есть зарплата, что у нас получится, там, еда, прокормить себя в течение там месяца. А здесь мы работаем, а денег-то нету. Тут чисто были такие панические. Идите на работу, идите там на работу. А я говорил, что у нас еда есть. Света я могу заплатить. Пить есть вода. Тепло я могу протопить печку. Я сделаю дело, и все будет нормально. Надо только просто верить. Все остальное подтянется чуть-чуть попозже. И, в принципе, так и случилось. Сейчас мы проводим скрещивание северного вида. Это наша хеликс-поматия. И южного вида. Хеликс-асперсия максима. Они по размеру одинаковые, в принципе, практически. И вот хочу вывести такую породу, которая быстро растет за один год. И уметь зимовать, как наша. Чтобы забрать от этой скорость роста, от нашей уметь зимовать. Есть проблемы. Позиции скрещивания разные. Наши скрещиваются всегда на почве в горизонтальном положении. А эти южные. Либо на потолке, либо на вертикали. Где-то вот нужно им расположиться, чтобы было удобно спариваться. Ну, жду. Жду. Может, ночью у них получится это сделать, совершить. Да, у нас работы больше. Мы работаем с утра и до самой ночи глубокой. Но все равно, ну, как... Мы знаем, для чего мы это делаем. Приятная усталость. Иногда, конечно, тяжело. Там не успеваешь, паникуешь. Ну, в плане паникуешь. Паникуешь, потому что не успеваешь. Да. И да, там можем поругаться. А я не хочу сегодня, как бы, там. Другим делом. Больше компьютерная работа. Это даже интернет мы особо не развивали. Там, допустим, свой инстаграм. Это больше времени не хватало нам обоим. Нам не помогало. Это то, то сетку мы вместе натянем. То дрова потягаем. Оно мне как рэмбла. К сожалению, до конца жизни ни одного каблука на моей ноги не будет. Я все выкинула. Еще. У нас всегда бывает... Ну, не, старые там остались брендовые каблучки. Лежат они, одна пара. На всякий случай. Ну, красивые лежат. Но я их не буду надевать. Так она оденет. Боже, как я все время их носил. Как люди, женщины, мучаются с этими каблуками. Ради чего портить свои мышцы, осанку. Тяжело. Ради чего. Красивыми можно быть и босиком. Просто в обществе сложилось так, что девушки в офисе должны выглядеть в определенном образе. Я как бы не в офисе, поэтому могу себе позволить просто кроссовки. Это намного приятнее. А я могу позволить босиком походить по траве. В любой момент. Ну, когда, конечно, температура не холодная. Чтобы тело температуру не отдало земле. А наоборот, земля отдала. Ну, да. Это очень приятно. В городе такое редко возможно. Просто не бывает времени на это. Пока туда-сюда приехал, уже какая травка там. Уже сеть, прилечь, поспать. А здесь я утром сразу работал и босой. Пошел в Россию. Приятно. Что, как свобода. Это очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова